Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня мы поговорим об очень важном диагнозе, который часто всего встречается в жизни женщины. Как нами хорошо знакомый ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, отметили в последнее время, что остеопороз это у женщин встречается на 25-30% больше, чем у мужчин, которые попадают в клиники с разными травмами, переломом кости. Я Юлия Асланова, всю жизнь я живу в Санкт-Петербурге. Сейчас недавно я приехала в Анталию и замечаю, что из-за погоды, из-за правила питания, из-за компонентов, которые пользуются турки или остальные люди, которые живут здесь постоянно, у них этот диагноз гораздо реже встречается, чем в наших странах, странах северных, странах, городах холодных, местах, в которых не хватает солнца, не хватает хорошего питания и не избыток может быть кальциенасыщенных продуктов. Поэтому сегодня мы поговорим об этом. Но об этом я думала давно, потому что был момент, поскольку в Санкт-Петербурге погода очень резко меняется в течение дня, я утром ходила на работу, между моей работой и дома есть где-то 200-300 метров расстояния. Утром уходила, была уже плюсовая температура, а вечером, когда возвращалась, уже было достаточно прохладно и морозно, и улица превратилась просто поверхностью полный лед. Учитывая, что я была одета как бы полегче, и обувь была не рассчитана на такую скользкую погоду, и я на это 200-300 метров падала три раза. И последний раз, падая в таком же виде, ноги вперед, как вот на самках, на попу и нажимая на крестцовую область, и каждый раз опираясь руками вот так, я улыбаясь себе сказала, что да, у меня точно остепороза нету. Потому что был бы такой диагноз или намек на это, женщина за 40, которая начинается, как я вам сказала, определенные проблемы с эндокринной, или там разные проблемы, это могла бы полностью развиваться. И, как я думала, через неделю я из нашего дома видела, у нас дом большой, 17-этажный, видела двоих женщин, одна где-то 43, другая где-то там около 50 лет, они были, одна с гипсом была на руках, вот именно она разбила вот это, ключевые запястья, вот это кости, плесневые кости, вот раздробила, можно сказать, а другая очень серьезно, ходила она уже, после травмы, ей, не знаю, должны были сделать имплантации тазобедренных костей, шейки бедровой кости, у нее был перелом, тазобедренные кости. И обязательное изучение вот этой проблемы началось, конечно, люди заметили, что даже у раскопках в Северной Америке у индейцев, 2000-2500 лет тому назад, которые были уже погребены люди, у них костей замечали определенные изменения, которые только можно было бы отметить, как только остеопороза. И начиная разное время изучения по классической медицине, начиная, допустим, первый раз в 1824 года и заканчивая 1984 году уже более такие точные исследования немецкого врача Зудака, он, будучи хирург, уточнил на рентгеновых снимках на состав костей, именно верхней части скелета, это плечи, предплечья, руки, достаточно костяные изменения он доказывал в рентгеновых картинах, рентгеновых исследованиях. И когда я слышала именно такое вот сочетание, что женщина за 45 лет проводит времени больше в больницах, чем раковая больница, из-за того, что из-за переломов и из-за разных травм костяной системы, это меня удивило, почему именно вот сравнение возраста, 45 лет, да, и проведение большее количество времени в клиниках там или больницах, сравнение даже с онкологическими больными, вот это все, это на 50% больше. Ну, вы представляете, что женщина страдает вот этими травмами, связанными остеопорозом, больше, чем даже женщина попадает там рак железы там или рак шейки матки, или, ну, только вот первое место из них бы занимало бы рака легких. Остальное, остеопорозные диагнозы, которые в будущем сопровождаются большими переломами, занимают первое место у женщин за 45 лет. Вот видите, получается, что когда в этиологии говорят, что какие причины, да, какие группа риска, конечно, там есть и генетические изученные, что европейные и манголоидные расы попадают гораздо чаще с этими проблемами, чем другой расы. Хорошо, а что дальше? Допустим, у человека есть разные причины, да, там он группа риска. Группа риска какие? Первым делом опять стоит эндокринные дисбалансы, любые дисбалансы там сахарного диабета, триактивных каких-то там, болезней шитовидной железы, недостатков этих гормонов, перенесенные болезни почечной системы, надпочечников, которые тоже играют огромную роль в эндокринной системе. И даже в последнее время учитывают тот факт, что масса костей, масса мышечной массы, сочетание индексации, вот это должно быть соответственно, то, что у здорового человека это вот индекс, вот эта масса мышечной и костной системы сравнивают и говорят, насколько есть вероятность, что эта болезнь может развиваться. Форма даже у женщин роста больше 178, у мужчин роста больше 185 сантиметров, попадает в группа риска больше, чем у женщин мало, как бы гармонично формирована высота, роста и мышечная форма. Обязательно, как бы, зная какие-то там свои проблемы эндокринной системы и питания и даже стрессовых направлениях, можно думать, что эта болезнь может развиваться и в близком времени начать развиваться. Дефицит кальция обязательно в еде, обязательно там, как бы, расчеты из одного миллиграмма жира на 10 миллиграммов кальция. В общей сложности прием кальция должно быть не меньше 1200-1500 миллиграммов в сутки для организма. У меня была ситуация, моей старшей сестры, ей было уже за 60 лет, назначили определенные быстро усваивающие кальции, это как бы употребляло через нос, это как было пультилизатором, и она использовалась где-то год, и у нее начал развиваться камнепочечная болезнь, и мочи там оказывались кристаллики, все вот это изучение анализа показывали, что даже при максимальном употреблении кальция в виде быстро усваиваемых каких-то там вариантов, если в организме не идет обменных процессов, их усваивание, это кальция будет где-то там собираться, или там в почках, или других на костных образованиях, там как бы на кости, там пятки вот так образовывается, и в любом случае это кальций не будет усваиваться в состав тех костей, которые для нашего здоровья, для нашей ходьбы, и для нашего красивого вида, и роста, как бы это очень важно было бы, поэтому усваивание, и правильный обмен веществ, сопровождаясь эндокринной системой, это очень важно, у женщин обязательно это наличие гормонов эстагрин, если вот этих женских гормонов должно быть нормально, и усваивание кальция тоже будет нормально, и главное образование и поддержка витаминов D, мы знаем, что в наших северных городах там витамином D использовать не удается, как бы от солнечных лучей, но при исследовании, когда у вас есть какие-то там вопросы или подозрения на то, что эта болезнь, этот диагноз может наступить, вы можете обращаться к врачам, которые именно ревматологи, хирурги, ревмоартритные диагнозы, изучающие доктора, вам назначают несколько видов анализа, это может быть и биохимические анализы крови, общие анализы крови, и этот самый важный сейчас анализ идет названием диссиметрия, диссиметрия, это вот, например, как проводят ультразвуковые и рентгенографические лучи через кости, и у хороших, крепких и полноценных костей проходимость в скорости вот этой лучей гораздо больше, чем у прозрачных, уже испорченных, уже дисфункции, выдающих составы кости. Получается, что в организме, если кости, образовывающие процессы, уступают кости разрушающим процессам, вот этот остеопороз может наступить и начать испортить человеку жизнь. Это даже простые падения. У меня очень многие знакомые женщины просто своего роста споткнулись и ударились об землю или об лёд, или об лестницу. В этот момент они ломали руки, или ноги, суставы, как бы, выше коленных, или вот такие. Но в основном возрастные рисковые группы риска, когда у них масса мышц уступает по показателям масса кости или недостаточная масса мышечной, которая держит кости в ровно и уровне, чтобы не давали их искривление. Порой такое тихое протекание болезни делает так, что идут такие незаметные переломы позвоночники, и насколько человек вот так вот неровно, что нижние рёбра задевает тазовые кости. Это очень страшно, потому что насколько должно быть позвоночник выдать деформацию, чтобы вот такая форма согнутого, как вопросительного знака, вот такого вот образовалась бы. обязательная нагрузка. Вот большая причина образования такой болезни – это гиподинамия, это недостатка витамина D, это пища нехватка в кальция, и кальциообразующих компонентов ферментов, это фосфорных или других соединений, соли, этих минералов обязательно должно быть. И я вам лично своим опытом, что если в ваших странах не так солнечно, как в Турции, в Азербайджане, в Греции, в Италии, пожалуйста, ходите в зимнее время на загары, на солярии, потому что это маленькая имитация выработки витамина D. Да, там нет ультрафиолетовых лучей, но когда мои дети были маленькие, любые болезни, и там ОРЗы, или какие-то там бронхиты, или какие-то воспалительные процессы, мы заканчивали, закрепляя физиотерапию, которая на кварцевые лампы. Может, вы тоже знаете, помните, или ваши там педиатры вам назначали, вашим детям именно кальциевые, не кальциевые, а ультрафиолетовые банки они называли. Вот, проходя в солярии, зимний период, там, один раз в неделю, один раз в две недели, вот этот сезон может обеспечивать немножечко настроению улучшившись и выработки витамина D. Там вы не получите никакое ультрафиолета, там только кто-то, если переборшить, как говорится, хождением солярия, они только могут сушить кожу, и на коже образовываются какие-то там корочкообразные белые пятна, которые в будущем уже, когда при восстановлении баланса влажности кожи, это проходит. Вот обязательно из причин, которые ставит группа риска женщин, это первым делом называется эндокринное бесплодие, запомните, бесплодие. Многие последние современные девчата радуются на то, что они хотят рожать. Это их кредо, это их образ жизни, что от детей только одни проблемы. Вы имеете в виду, какими вещами вы страдаете. Нерегулярная половая связь отмечена всемирными докторами, которые исследуют эту проблему, потому что во время нормальной половой связи в организме вырабатываются правильные гормоны, которые в дальнейшем работают для того, что кальций усваивалось в обменных процессах полностью и использовалось именно для роста, для состава костей. Обязательно, когда вы интересуетесь или понимаете, что у вас какие-то проблемы именно на паузу или там какими-то стрессовыми ситуациями происходит так, что вы себя чувствуете достаточно нездоровыми, слабыми, и ваша вот масса тела падает, вы просто, как это называется, типа испаряете человек, исчезает там мышечный вес, кость уменьшается, не скажите, что я все делаю, я так же вот уростом выгляжу, у меня все порядки. Ходите к доктору, ремотологу, хирургу, сделайте все и лабораторные анализы, и которые, аппаратные методы, которые вам точно скажут, что у вас происходит с костями, уровень витамина Д изучать и понять, что какой момент, с какой стороны надо поддерживать ваш организм, ваше питание, ваш образ жизни, активность. Вот случай был, который человек сломал ногу, и ему где-то две недели надо было повесить ногу, вот высокое состояние, когда его сняли, он не мог на ногах стоять, я этого сама видела, я его поддерживала, мы делали массажи, точечные массажи, достаточно такие физиотерапевтические движения, чтобы быстро активность, масса вот этой мускулатуры вернуть, чтобы эту костью поддержать. Если бы еще бы долго, конечно, ему и долго бы восстановиться пришлось бы, он потерял бы надежду и настроение, и стрессовал бы, и достаточно долгое время понадобилось для его восстановления. Я хочу, чтобы все мои подруги, девочки, не знаю, бабушки, как выглядят все бабушки, как девушки, тоже были здоровыми, но это не только проблема как бы вот женщин, хотя у них вот менополазальное сравнение бывает больше наклонность к этому, и мужчин тоже. Будьте активны, будьте на солнце, будьте на воздухе, и следите за вашим питанием. Очень плохо действует именно табакокурение, алкоголезависимость и всякие разные моменты, которые плохо действуют на обмен веществ, которые происходят в вашем организме. Я Юлия Асланова, люблю вас, я хочу, чтобы вы были всегда красивыми и здоровыми за самых последних дней вашей долгой жизни. Берегите себя, берегите ваших близких, следите за вашими здоровыми красоты. Люблю вас, увидимся позже. Дякую. Пока. Пока. Продолжение следует...